Оно очень компактное, как мы надеемся, простое, и за счет этого оно будет доступно и детям, и взрослым, и всем, кто интересуется этим продуктом. Наверняка, если говорить о образовательном каком-то продукте, сейчас все чаще это переводится в какое-то электронное воплощение, пускай это будет программа, либо что-то еще. В связи с этим в настоящее время развивается содержательная сторона использования технических средств, всевозможных. Это обратный процесс получается или нет? Я понял, понял. Из большого сделать короткое и маленькое. Тут ситуация такая. Вот интернет сегодня наполнен громадным количеством информации. Но существует разница между данными, информацией и знаниями. Вот попробуйте задать себе вопрос, а что является знаниями, которые мы ищем? Знания, да? Сколько знаний вот в той информации, которая сегодня доступна в интернет? Это первый вопрос. Если поставить его таким образом, окажется, что до 90% информации дублируется, понимаете? А я считаю, что даже больше. То есть она просто переходит из одного сайта на другой, и пользователь тонет в море повторов. Понимаете? Это первый вопрос. Второе. Ведь информация достаточно быстро стареет, а знания нет. Вот как выделить те знания, которые были бы актуальны в течение достаточно длительного срока времени? Ведь понимаете, прежде чем создать очень короткий учебник, мы выпустили первый учебник по векторной графике в 95-м году. И у нас было время посмотреть, а что устарело и перестало быть актуальным. То есть учебник 10 лет оставался актуальным. Какие его части были актуальными? Вот. Я вам хочу сказать, что ни одна технология передачи знаний не умрет. Все будут развиваться, в частности и учебники на бумажной основе. Единственное, они не смогут оставаться в том же формате, в котором они были. Они должны видоизменяться с учетом новых веяний. Понимаете? Ну, на пользователя обрушивается громадное количество информации. А как в этом громадном количестве выявить то, что нужно вот сегодня? Как выявить знания? Это колоссальная проблема на самом деле. Зайдите в любой магазин, там полно толстых учебников. Как выбрать? Как вообще выбрать среди них то, что нужно тебе сегодня? Понимаете? Вот простой вопрос. На самом деле, мы живем в удивительное время даже... Причем, чтобы не перелистывать все вот эти вот огромные труды, да, Талмуды. Конечно. Найти вот, стремится перевернуть вот то, что нужно. Совершенно верно. Вот как найти? Вот это серьезнейший вопрос. Для того, чтобы найти эту информацию, существуют технологии, они разработаны. Их просто надо применять. Понимаете? Поэтому здесь проделана колоссальная работа. Она заняла далеко не один год. Поэтому, когда мы говорим, что вот у нас появилась книжка, на самом деле, мы к ней шли лет 15-20 последней, чтобы сделать ее короткой. Последний этап, у нас предпоследняя книжка была 32 страницы. То есть, на последнем этапе книжка уменьшилась почти в три раза. Понимаете? То есть, за счет применения дизайнерских технологий ее удалось сделать еще компактнее, еще проще. Вот. Ну, это непросто. На самом деле. Насколько вот это длительный процесс, да? Да, это очень сложный процесс. Вы знаете, я читал книжку Белогреца «Дорога в будущее». И у него, значит, есть там пассаж о том, что когда он, пока он не писал книжек, он считал, что это простое занятие. Ну, что там сложное. Взял, сделал, написал книжку. Но когда он решил оторваться от программы и написать книжку, он понял, что это далеко не простое дело. То есть, местами это сложнее, чем сделать программу. Потому что в программе там все-таки алгоритмы, команды, это проще. А вот в книжке, как ее спроектировать таким образом, чтобы постоянно удерживать внимание зрителей, это гораздо сложнее. Вот. То есть, прочитав эту мысль Белогреца, я понял, что мы занимаемся про это вопросом. Вот. Это непростой вопрос. Он нетривиально решается. И здесь мы можем быть конкурентоспособны. Здесь не нужно никаких больших затрат, типа сооружений, там, вот, новых заводов, понимаете. Но здесь очень наукоемкое производство. То есть, оно требует колоссальных вложений от мозгов. Вот. Но здесь можно быть конкурентоспособным и интересным. Вообще, у нашего государства, в частности, у нашего региона, есть определенный какой-то потенциал, вот, в плане мозгов, как раз, идей? Вы знаете, да. У нас был очень интересный пример. Вот, в рамках Международного информационного конгресса, международного, подчеркиваю, пройдет впервые международная выставка компьютерной живописи. У нас действительно есть представители из шести стран. Но это, в основном, наши же дети, которые в разное время, по разным причинам выехали из Омска. В частности, есть девочка, Диана Думина, которая уехала в Соединенные Штаты. Вот. Вот что интересного мы обнаружили для себя, когда вот ребенок попал в новую для нее среду. Во-первых, оказалось, что она за год... Только не говорите про плохой английский. Хорошо. Вы обидите многих родителей. И учтите. Хорошо. Оказалось, что за год она вошла, ну, в десятку лучших учеников новой школы, американской. Оказалось, что ее директор новый увидел это и понял, что что-то надо делать с их американским образованием, потому что простая, как они считают, девочка из Сибири за год, вот, при, ну, английском, которым дает наша школа, вот, сумела войти в десятку лучших. Причем она была интересна работами, которые она выполняла, в том числе с помощью информационных технологий. Поэтому я вот ее глазами совершенно по-другому посмотрел на наше образование. Сейчас очень часто ругают образование, тут у нас много проблем, вот. Но, увидя, как американцы относятся к нашим ученикам, я понял, что мы даем хорошее образование. Я стал гордиться тем образованием, которое дает наша система. Оно у нас хорошее. Нельзя сказать, что все растеряли и абсолютно перенимаем сейчас какой-то другой европейский там или, я не знаю, западный опыт, который ни к чему хорошему не видел. Совершенно верно, совершенно верно. И потом нас очень часто просто, как сказать, пытаются опустить, чтобы дешевле купить. Понимаете, то есть наше значение тех знаний, которыми вот располагают ученые в России, в Омске, пытаются это преуменьшать. Потому что якобы это, значит, вот на самом деле не стоит денег. Это не так. Это не так. То есть вот надо, раз мы вышли на мировой рынок, надо научиться видеть реальную цену тех знаний, тех технологий, тех ноу-хау, которые мы располагаем. У них есть эта цена. Ну вот вопрос, наверное, у меня к сразу двум нашим гостям сегодня. Вот участники этого конгресса будут обсуждать, в частности, одну из актуальных сегодня проблем – перевода государственных услуг в электронный вид и рассмотрят результаты создания элементов электронного правительства на уровне хотя бы регионов. Об этом также сейчас идет много разговоров как на уровне федерального правительства, так и региональных различных властей. И вот, Юрий Владимирович, на Ваш взгляд, каковы возможности наших отечественных разработчиков, в том числе и в плане, возможно, какого-то внешнего оформления дизайна, я имею в виду, для того, чтобы эта программа была действительно успешна, удобна, понятна и проста? Потому что далеко не каждый чиновник умеет не то, что там, скажем, скайком каким-нибудь пользоваться, а то же самое Lotus Notes зайти в какую-то региональную программу документа оборота и нормальный документ переправить. Ну, надо сказать, что мы влились в это движение чуть позже наших зарубежных коллег, но это оказался такой интересный плацдарм для разработчиков, в том числе моих коллег, веб-дизайнеров, услуги которых сейчас на расхват за рубежом. Их понимание, видение вот этой электронной страницы, электронного документа настолько глубоко и эргономично, что позволяет любому пользователю, даже с наименьшим навыком работы с такого рода документацией, легко находить навигацию среди вот таких сложных бумаг. И это объяснимо, что у нас большая была культура графическая и в классическую эпоху, и особенно в эпоху конструктивизма, когда мир сместился немножко с реализма к такому более современному видению мира. И мы это не растеряли. Вот наши учителя нам успели это передать, а мы уже нашим детям, в частности, Анатолий Петрович, своим воспитанникам. Поэтому я не боюсь этого шага, ответственного, конечно. Другое дело, что, может быть, не у всех есть эти средства на приобретение электронных приборов. Они пока еще не совсем как мобильный телефон по стоимости. Но ведь вопрос времени, и это, наконец, решит. Поскольку меня поразила в 90-м году картина парижская, арабского происхождения дворники в зеленых комбинезонах с зелеными метлами метут Париж и разговаривают при этом по мобильному телефону. Это был 1990-й год, когда у нас мобильными телефонами пользовались... Потому что дисковые аппараты стояли, по-моему, чаще всего. Мы обладали 500-х мерседесов. Да, ну вот, прогресс, значит, есть. Анатолий Петрович, одна из задач Конгресса – рассмотреть вопросы развития информационного общества как со стороны предложения, так и новейших технологий для государства, бизнеса и граждан, так и со стороны спроса на эти технологии. И вот насколько наше общество сейчас готово, судя по вопросу, да, понятно уже, что не совсем понимают люди, что это значит, но готово воспользоваться вот этими вот новыми какими-то продуктами, разработками, IT-технологиями и так далее? Хороший вопрос. Вы знаете, здесь первый, как бы, термин, с которым всем предстоит столкнуться, называется компьютерная грамотность. То есть для того, чтобы использовать вот этот сервис, наши люди должны быть элементарно компьютерно грамотными. И правительству предстоит, наконец, ответить на вопрос, а что же такое компьютерная грамотность? Знаете, вопрос очень непростой. Вот четыре года назад в рамках интернет-конференции я министру образования Фурсенко задавал такой вопрос, я его спросил, что такое компьютерная грамотность? Параллельно в интернете отвечали на вопрос еще три чиновника Министерства образования Федерального. И вот этот эксперимент для меня кончился очень интересным. Я получил, на самом деле, четыре разных ответа из одного Министерства образования на один вопрос, что такое компьютерная грамотность. Я так понимаю, каждый ответ представлял собой определенную точку зрения каждого персона, каждого человека. Да, это как анекдот про слона, знаете, то есть каждый схватывал свою часть, но в целом слона видел другую штуку. Но здесь другой момент, нужен стандарт, в настоящее время пока нет стандарта, даже по информатике в школе, понимаете, нужно определение компьютерной грамотности. А экзамен есть? Конечно, конечно. Вот это поразительная ситуация. Поэтому нам для начала нужно, чтобы правительство вообще ответило, а что такое компьютерная грамотность? Ну, должен быть определенный какой-то правительственный стандарт, потому что мы с вами до передачи, я прошу прощения, перебивая вас, разговаривали уже. Сейчас человек приходит устраиваться на работу, к нему требования какие? Владение компьютером, да? И знание там определенного количества программ. Причем у каждого работодателя такой список может, как вы же и говорили, абсолютно быть разным. Совершенно. У кого-то вот шесть строчек, а у кого-то шесть страниц. Самое удивительное, что в Омск и здесь в лидерах у нас года, ну, может быть, три, четыре, пять уже существует такой проект. То есть, Омск был пионером, который, город, в котором создавался прототип такого стандарта. Поэтому, если, вот я рискну сделать такой прогноз, если такой стандарт появится, наконец-то, он либо будет омским, либо его не будет вообще. Вот так вот, правда, да? Вот так вот. Вот так вот.